Итак, я хотел бы добавить несколько слов насчет ваших дополнений, которые появились у вас на ваш вопрос изначальный. Вообще, я бы сказал, что те темы, которые вы понимаете, я думаю, что со мной будут солидарные мои коллеги, больше подходят для индивидуальной работы, для индивидуальной психотерапии, ничем для такого вот публичного высказывания, потому что даже то, что вы пишете в конце, что я хочу в себе разобраться, это запрос больше на психотерапию. Это запрос именно на такую вот работу, на работу вместе со специалистами. Вот. То, что я увидел в ваших сообщениях, в принципе, их объединяет примерно следующее. Во-первых, есть масса невыраженных, непрожитых эмоций, боли, обиды, разочарования. Во-вторых, есть такая амбивалентная история, когда, с одной стороны, вы как бы перекладываете ответственность на людей, да, вы обвиняете их в своих неудачах, в своих проблемах и так далее. А с другой стороны, вы, ну, как будто бы всё равно зажимаетесь, как будто бы всё равно вы чувствуете, что с вами что-то не так. Вообще, эта позиция, позиция перекладывания ответственности, она больше действительно свойственна для людей старшего возраста, старшего поколения. Вот. И, как бы, считается, что когда ребёнка воспитывают бабушки или дедушки, это не очень хорошо для ребёнка, потому что ребёнок вырастает. Вот. Вот. Несколько отстранённым от своих сверстников, от своих ровесников. Вот. Несколько не приготовленным, получается, к реальному диалогу с людьми, которые равны. И мне кажется, что вот эта вот глобальная проблема равенства, она присутствует. То есть, что вы не чувствуете себя равны. Что вы либо выше, либо ниже. Вот. Но не равны. Вот. И когда вы ниже, вы стараетесь угодить, стараетесь высложиться, стараетесь сделать всё хорошо и правильно. Вот. Но копится недовольство. А потом, когда недовольство, как мне кажется, дотекает определённой критической точки, вы переходите в другую позицию. над, где вы уже склонны человека обесценивать, склонны человека ненавидеть, как вы говорите, склонны человека судить и осуждать, оценивать так же, как вы это делаете по отношению к себе. Честно говоря, подход больше свойственным именно для, ну, для, опять же, старшего поколения. Не могу сказать, что это прямо однозначно плохо, просто не всегда это идёт на пользу вам. Эээээ... Избегание. Избегание, эээ, вот, то есть, вы говорите, что, что работу, вот, вы используете, да, работа наша для меня материальный ресурс, наша зарплата, работа меня кормит, работа в социальных садах спешного шага, например, мне служить. Ну, вы же понимаете, да, что это излишнее, эээ, центрирование на работе получается. То есть, работа становится, эээ, способом, эээ, средством решения, эээ, многих ваших трудностей, многих ваших проблем. Вот, естественно, что вы, ну, вы на ней, эээ, чересчур, эээ, сильно концентрируетесь. При этом, как мне кажется, другие аспекты своей жизни, эээ, вы, как будто бы не замечаете. Как будто бы это не так важно для вас. Вот. Кроме того, эээ, есть все довольно такое стойкое ощущение, что, ага, работа вас характеризует, что она вас определяет. Эээ, я считал, я считал, что ни одна деятельность человека не может его характеризовать. Чем, чем бы человек ни занимался, он, эээ, гораздо больше, он гораздо шире, эээ, того, что он делал. И, эээ, получается так, что работа здесь вам нужна и необходима для того, чтобы лучше себя чувствовать. То есть через работу такое ощущение вы получаете возможность себя чувствовать, себя ощущать. Но при этом в других моментах, при этом в других аспектах вы себя, получается, совсем не чувствуете и совсем не замечаете. И мне кажется, что вы достаточно чувствительный, эээ, человек, будь, вот. Но при том, что вы, ээ, человек, эээ, чувствительный, да, при том что вы чувствительный человек, вы занимаете, себя достаточно сильная, и эта чувствительность, она вам вполне вероятно видится больше как что-то негативное. Но эта чувствительность, которая у вас есть, эта анимность, которая у вас есть, её, как мне, кажется, желательно использовать для развития как раз таких своих естественных состояний, своего естественного состояния, то есть своего я, развития своего я, вот. Это, мне кажется, куда более продуктивнее было бы для вас, чем то, что вы, на мой взгляд, делаете сейчас. Смотрите, сейчас вы пытаетесь в работе заглушить последствия процесс, который у вас происходит. Вот. Я бы сказал, что с близкими людьми есть сложность выстраивания отношений. Вот, с близкими людьми есть сложность... выставления личных границ. Так мне это кажется и так мне это видится. Вот. вот. Соответственно, здесь тоже нужно работать. Мне, мне думается так, что здесь тоже нужно смотреть, здесь тоже нужно разбираться. вот. Вот. Потому что это довольно важный элемент, довольно важный эффект, то есть вот именно четкость личных границ ваших. Вот. Мне кажется, что, ну, проблема, проблематика личных границ, она стоит достаточно остро, если не сказать, ну, больше, да, если не сказать, больше. Дальше. 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 Так. Значит, сейчас я открою еще ваше выполнение. Немножко. Так. Так. А вот вы пишите, ээээ, так, эээ, я умный. Вы умные. И из-за этого, мне кажется, можете восприниматься другими людьми, как, эээ, высокомерно. Вот. Очень важно мне в видества, эээ, не отстраняться от людей. От людей. Вот. Очень важно не отстраняться от людей. Дальше. Эээ, замкнутость. И нелюбовь к общению. Да. Опять же. Это такая очень амбивалентная история. Вам может быть либо комфортно в этом состоянии. Вам может быть не очень комфортно в этом состоянии. То есть тут нужно, как мне кажется, найти некую такую, эээ, ну, золотую середину. Да. Золотую середину. Чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было комфортно. Вот. Мне так кажется, что ваша замкнутость, эээ, в какой-то степени может быть, эээ, связана с тем, что вы, эээ, не всегда знаете, как себя вести и, может быть, даже, эээ, где-то боитесь. Боитесь, что вам сделают больно. Боитесь, что вас обидят, причинят, эээ, причинят, причинят, эээ, какой-то негатив и так далее. Вот. Это правда. Эээ, негатив действительно могут, могут, эээ, причинить, в том, эээ, как вы с этим негативом обращаетесь. То есть, эээ, знаете, избегание конфликтов, конфликтов, и не вступание в конфликт, это все-таки немножко разные вещи. Вот. Поэтому я бы хотел, эээ, я бы хотел на верный, на верный день, на это обратить ваше ту тоже внимание. Потому что, эээ, мне кажется, это важно. Да? Вот. Поэтому, да, это опять же вопрос. Это вопрос. Эээ, так, эээ, значит, эээ, вот, эээ, по поводу родителей здесь у вас много боли и обиды, которую вы не вырислили, не вырислили до сих пор. Я убегаю от проблем, не хотелось, чтобы не так, если бы с этим меня детально расстраивали, не совсем гладко. Почему? Вы чего-то стыдитесь, эээ, со стыдом можно поработать. Меня не хотели рекомендовать на новых местах. Там, ну, ряд грубых технических ошибок с моей стороны. Ну, ээ, здесь я бы, наверное, и здесь я бы, наверное, так сказал. Эээ, здесь я бы, наверное, сказал так. Эээ, дело не в ошибках, а в том, как вы к этим ошибкам относитесь. Понимаете? То есть, ну, я не думаю, что люди не понимают, в том числе и вы до конца, эээ, что, эээ, я не думаю, что люди не понимают нормальность ошибок. Вот. Ошибки – это естественно. Вот. Но если вы сами к ошибкам относитесь достаточно негативно, вот, то, естественно, и окружающие тоже будут относиться не негативно. Поэтому, когда вы говорите ряд грубых ошибок, это скорее ваши отношения. Ну, или, эээ, такая интроекция, да, того, ээ, возможного отношения людей к этим ошибкам. Но, опять же, повторюсь, важно, чтобы вы, эээ, как бы, принимали все это, да. Вот. И здесь, опять же, должен, ээ, сказать про особенность, эээ, воспитание старшим поколением, довольно-то такое строгое, эээ, достаточно требовательное к себе, к себе, эээ, отношение, которое, да, в чем-то может пойти, может быть полезно, но, ээ, принимаясь целиком, оно, в общем, больше, ээ, больше вредит, ээ, на мой взгляд, чем дает какой-то, вот, ну, какой-то плюс, да, какие-то позитивные аспекты. Вот. Я думаю, это очень важно, как мне кажется, на это обратить внимание. Дальше, к счастью, эээ, так, в области финансов уже просто не допустим, можно сказать про финансные сказки. Но, опять же, здесь, эээ, и вы, скорее всего, с этим мне согласитесь, не согласитесь, но, здесь, мне кажется, эээ, больше речь, что же, про, ээ, то, эээ, вот, как мне кажется, здесь больше речь, здесь больше история про то, эээ, что, вы не позволяете себе, сами, эээ, ошибки, не позволяете сами себе снимать. Вот. Мне кажется, речь больше здесь справит, то есть, эээ, ошибки могут быть везде. Это, на мой взгляд, опять же, нормально, эээ, да, вот. Эээ, ну, эээ, если вы сами себе это позволяете. Вот, поэтому здесь, насколько строго у вас к себе отношения. За то, что, эээ, знаменитый человек, эээ, к сожалению, он, вот, как правило, к себе очень строг, строг. Дальше. Эээ, к счастью, мне на этой организации не понесло финансовых убытков по итогу моей деятельности. У меня, в счастье, гипотетические, вероятно, отношения с предыдущими руководителями вызывают страх. Эээ, ну, вот, здесь, здесь, если мы говорим, если мы говорим, эээ, про, эээ, страх перед руководителями, да, вот, если мы говорим про этот, ну, то здесь, конечно, в большей степени, как мне кажется, история, связанная с родителями. То есть, ну, страх, эээ, страх, эээ, страх общения с руководителем, это всегда про, эээ, перенос, ээ, модели отношения с папой, как правило. То есть, это вот, эээ, пока есть, есть, эээ, здесь тенденция, эээ, вот. Поэтому, поэтому, ээээ, на мой взгляд, ээээ, очень важно, ээээ, очень важно на это обратить ваше внимание, да, страх перед руководителем, ничего вы боитесь. Дальше. Эээ, поэтому я решил быть начать с нуля. Ну, с нуля, ничего начать не получается, потому что опыт никуда не девается. А вот, желание начать с нуля, желание, эээ, проигнорировать свой опыт, это довольно-таки история, эээ, как мне кажется, кажется грустной и в какой-то степени даже кощунственная по отношению к вам. Потому что игнорируются реальные факты, игнорируетесь даже вы сами игнорируете себя в таком-таком контексте. Поэтому начинать что-либо с нуля, это большая-большая иллюзия. Вот. К сожалению. Вот. Дальше. Эээ, так, значит, я не ругаю себя за неудачи. Мне очень-очень нравится обвинять своих бывших руководителей в некомпетенции. Ну, об этом, в принципе, я уже отчасти говорил. Вот. Постаряться теперь здесь не хочу. Скажу только, что это путь, эээ, абсолютно тупиковый, как мне кажется. Вот. Не ведущий вообще ни к чему. Потому что обвиняя других людей, вы по большому счёту живёте их жизнь. Не свою, но их. Это очень важно. Буквально вчера жутко захотелось узнать, как поживает все, так как после общения, с которой я решил у нас тогда прекратить работу бухгалтером. Ну, это означает лишь только, что вам не интересно бухгалтеров. Понимаете, вот во всем вашем тексте нет информации о том, что вам интересно. То есть вы говорите работа, даёт мне статус, заработает гормит, работа, эээ, там, возможность реализации моих возможностей. Ну и интересно это вам что? Вот вы говорите, спасает меня от безделья. В этом контексте хочется спросить, а безделье? Что страшного? Может быть безделье как раз таки даёт вам эту практически мифическую возможность быть собой? От чего вы, ну, от чего вы убегаете, может быть. Вполне. Понимаешь, да? Что не все так и однозначно. И вам хочется сказать, знаете, вот что-то типа такого, расслабиться. Вот просто расслабиться. Хочется расслабить вас. Хочется как-то вот, знаете, хочется, хочется, ну, смотреть, а как вы будете действовать, например, если и когда и если вы полностью, например, расслаблены. Это вот тоже такой достаточно важный, как мне кажется, момент. Потому что такое ощущение, что вот есть то, что я бы назвал, знаете, таким вот словом глупости. Ну, по вашему мнению, конечно, но глупости вот. И вы не даёте, как мне кажется, никакого шанса. Было бы, знаете, весьма неплохо, если бы вы почаще, почаще бы совершали бы эти самые глупости. Не обязательно в работе, я сейчас не только про работу говорю, вот, но просто это было бы здорово. Поэтому вот умение быть ребёнком, в хорошем смысле этого слова, да, после того, как вы, например, проживёте боль, чувство боли, чувство стыда, вот, и сможет эти чувства в себе предпринять. Будет, собственно, вашим шагом вперёд дальше. Так, ненавижу её всей душой. То есть, что вы про руководители, ну, ненависть, а здесь это чувство больше связано с угрозой, если человек кого-то выбивает меня из колеи, из колеи, и мешает мне чувствовать себя хорошо. То есть, он является препятствием к тому, чтобы мне было здорово. вот, важно понять, как руководители на это влияют, и есть ли у руководителей, вот, есть ли у руководителей, эм, так много власти над вами. Если есть, то, эм, может быть, имеет смысл её, эм, как бы это сказать, так, приуменьшить. Давай вот, приуменьшить немножко. Это, возможно, было бы, эм, для вас, э, очень, э, очень, э, полезной историей. Это для вас было бы, возможно, очень, э, очень, э, новым опытом, которого у вас, э, возможно, я не говорю наверняка, но, возможно, не было. Вот. Возможно, не было. Возможно, не было. Я не знаю, но, в самом деле, как обстоят дела. Может быть, и был такой опыт. Ну, вот, мне почему-то кажется, кажется, что, э, с этим опытом вы знакомы не очень хорошо. Дальше, э, э, так, э, значит, ну, вот, еще других людей вы ненавидите. Так, мне на работе лучше. Ну, вы понимаете, все это значение работы, которую вы описываете, это все больше компенсация, все больше про компенсацию, все больше про компенсирование чего-то, вот. Э, я уволил вас вспомнить все эти работодатели, я хочу разобраться и понять, какая эта организация мне больше придется работать долго. Э, видите, вам, э, вам важнее работать именно долго по времени, но, то есть вам важнее то, скажем, вам важнее то, сколько вы работаете, а не то, как вы работаете. А мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на то, как вы работаете, чтобы вы были увлечены работой своей, чтобы она вам, э, прямо сказать, вот, знаете, нравилась, вот, работа, я имею в виду. Чтобы она вам прям, вот, чтобы она вызвала вас, прямо-таки, э, воодушевление восхищено. Сейчас вы на работу ходите, как, как на работу. Вот, и это, конечно, делает вас несчастными, э, как в какой-то, ну, в какой-то мере, да, и в какой-то степени, вот. Что касается, э, что касается, э, того, чтобы лучше, лучше себе разобраться, то здесь я уже сказал, что это, э, момент для индивидуальной работы. Это не, э, то, что происходит, э, путем, э, ну, путем озвучивания, э, вопрос. Да, это, э, я не знаю, к счастью или к сожалению, но это, э, то, что происходит индивидуально, на индивидуальной работе. А не так, когда вы, э, множество, э, видите перед собой, э, множество, э, комментариев, э, да, вот, и видите перед собой, э, много, э, различных подходов. Это не значит, что подходы плохие. Э, ни в коем случае. Просто, э, подходов объективно много. И вы очень, э, рискуете запутаться в этих подходах, э, вот, чего бы ни для вас не хотелось бы. Поэтому рекомендую вам все-таки, все-таки выбрать, э, специалиста, да, и начать с ним работать. Это просто будет эффективнее, это просто будет более экономичнее, более, э, щадяще по отношению к вам, э, вот, в плане ресурсов, которых, которых, которых вы, которые вы можете оправдать на то, чтобы, ну, справляться, так или иначе, с теми проблемами, решать их. Вот. Э, примерно, вот, такой ответ я, э, могу вам дать, э, еще раз, да, вот, э, с точки зрения, э, значит, ну, ну, с точки зрения, э, терапии, вот, с точки зрения подхода, э, который, который, э, мне близок, вот, и надеюсь, что вам это было так же полезно, надеюсь, что вам это было так же интересно. Вот. На этом, э, хочу закончить, э, э, твой ответ. Вот. И еще раз, пожелать вам удачи, всего самого доброго.